Урок шестой. Задача первая. На луче с началом в точке О отмечены точки А, В, С. Так что точка С лежит между точками А и В, а точка А между точками О и С. То есть точки расположены именно в таком порядке. О, А, С, В. Какой отрезок наибольший? О, А, О, В или О, С? Наибольшим будет отрезок О, В. Задача вторая. На прямой Н от точки А отложены два отрезка. Так что А, С больше, чем А, В. Точка А лежит между точками В и С. От точки С отложен отрезок СН, равный отрезку ВА. Точка Н лежит между А и С. Надо сравнить отрезки ВН и АС. Давайте длину отрезка АВ и длину отрезка НС обозначим за Х. Допустим, Х сантиметров. Это равные отрезки. Они имеют одну и ту же длину. А длину отрезка АН обозначим за У. Длина отрезка ВН – Х плюс У. А длина отрезка А, С тоже Х плюс У. Значит, это равные отрезки. Задача третья. О, В. Бисектриса угла ВО, С. Вот это угол ВО, С. Луч О, П – бисектриса этого угла. Луч О, Д – внутри угла ВО, П. Луч О, Е – внутри угла ПО, С. Причем известно, что угол ВО, Д – вот этот угол. Луч О, С равен углу СО, Е. Теперь такой вопрос. Является ли О, П – бисектрисой угла ДО, С? Давайте покажем желтым цветом луч О, П. Вот этот луч. И угол ДО, С. Значит, луч О, П не является бисектрисой угла ДО, С. Он является бисектрисой угла ВО, С. Значит, ответ в этой задаче – нет. Задача четвертая. Луч О, С внутри угла АО, Б. Можно ли провести луч О, Д так, чтобы угол АО, С был равен углу ВО, Д? Да, это возможно. Давайте проведем луч О, С во внутренней области угла АО, Б. Оно только так, чтобы луч О, С не являлся бисектрисой этого угла. Допустим, он делит угол АО, Б на два угла, на угол АО, С и угол СО, Б. И это не равные углы. Можно ли провести О, Д так, чтобы были равны вот эти углы? Да, это возможно. Надо провести луч О, Д так, чтобы угол АО, Д был равен углу СО, Б. Допустим, градусная мера этих углов Х градусов. Тогда угол ДО, С, допустим, У градусов. Угол АО, С какую градусную меру имеет Х плюс У, а угол БО, Д тоже Х плюс У. Вопрос, можно ли провести? Ответ, да, можно. Например, так, как показано на рисунке. Задача пятая. В треугольнике первый угол в три раза больше второго. Давайте сразу обозначим его градусную меру. 3 умножить на Х. Это первый угол, второй – Х градусов. И на 30 градусов больше третьего. Значит, третий угол – 3Х минус 30. Сумма углов треугольника – 180 градусов. Решая уравнение, находим Х. Х, Х, 30 градусов. Это меньший угол треугольника. Ответ в этой задаче. Меньший угол треугольника – 30 градусов. Ах, 진짜 пол augmentа. Поэтому мы треугольника – 70 градусов. Этакт в отношении с этим. Продолжение следует...